Лайф и Стрэндж 2 Лайф и Стрэндж 2 Лайф и Стрэндж 2 что-то найти так вот тут дерево опасно так надломлена проходя нужно смотреть а здесь какой красивый огромный камень их жаль нельзя на него подняться и крикнуть так набрав побольше воздуха в легкие о свободе о том как здорово ее ощущать и как здорово жить свободным человеком так мы подходим за моими рассуждениями к озеру и вот эта картина она просто замечательно сейчас не хочется идти вперед чтобы геймплей дальше не пошел а сделать скриншот посмотрите как красиво здесь разработчики передали маленького даниэля на фоне огромных могучих деревьев на фоне большого озера и вот насколько до крошечным здесь кажется кажется человек на этом фоне а теперь представьте вот так вот мысленно отдалите это все в масштабе нашей галактики а потом и в масштабе всей вселенной она это просто песчинка даже даже наверное меньше чем песчинка но в то же время в голове этой песчинки целая вселенная вот это конечно может воодушевлять так подходим к даниэля сзади класс можешь сделать так без супер силы у меня даже лучше получится я прокачался вперед готов к бою еще как готов сначала командный клич по тренируемся на той стороне сначала командный клич сначала наш командный клич волки диас о да звучит прикольно ну что приступим вперед погоди слишком много народа давай перейдем на ту сторону интересно было ли слышно их в лагере красивый берег очень все природно здесь конечно и это очень нравится ребят поисследуем о окаменелость афин сказал что покажет небольшую пещеру на той стороне озера прикольно я бы тоже сходил я в детстве обожал собирать их это окаменелость с отпечатанной на ней веточкой какого-то растения ну прикольный сувенир на память действительно дыхание древности в окаменелости далее достижение и очень очень классно заметьте здесь уже третий у нас сувенирчик который мы не можем никуда прикреплять просто собираем с собой если у вас такое хобби собирать какие-то небольшие памятные сувениры о тех местах которые вы посещаете друзья я все еще под впечатлением от увиденной картины маленького даниэля на фоне природы следы животного даниэль теперь не боится никаких животных так дерево тут нас будет видно надо найти более укромное место не так много здесь всего я нашел только следы животных и окаменелость природа шикарная друзья думаю за этим бревном нас никто не увидит даниэль эй сможешь поднять вон то бревно а то не так давно шон еще помогал перебраться даниэлю через похожее бревно помните в первом эпизоде а сейчас посмотрите как велика сила даниэля черт ты правда научился оно весит не меньше нескольких тонн даже немножко страшно эй видел бы ты свое лицо да ладно я бы его на тебя не уронил ага очень смешно так друзья мне одному кажется что произошел какой-то глюк с деревом да произошел какой-то глюк вы видели ну может быть это и прикольно может быть вы такого и не видели нигде так а еще раз так приступим давай ну странно может быть опять же это действие не должно было быть оно должно было быть только с той стороны но здесь даниэль ничего не делает но конечно это его шутка это было очень плохо друзья он то мог и не желать задавить нас этим деревом но вдруг вдруг не успел бы вовремя среагировать или еще что он еще слишком мал чтобы совладать с мудростью с такой силой и это пугает тут мы не на виду нас вряд ли заметит а мы с вами помним что чем больше силы тем больше ответственности но но даниэль к сожалению совсем еще не понимает смысл глубокий и глубинный смысл этого высказывания он не идет сюда и мне кажется что что-то здесь запоролось то есть наверное не должно было быть этого маркера на дереве но когда я попробую применить здесь какой-то объект может быть ситуация исправится даниэль обожает сосновые шишки сейчас повеселимся посмотрю на все посмотрим как он теперь справляется с несколькими целями сразу посмотрим как он теперь справляется с несколькими целями сразу фу их бы подрезать так даниэль ну что ты телепортируешься к нам ну-ка так точно выбери камень какой хочешь ладно и сейчас проверим твою меткость вижу цель не вижу препятствий что ж давайте попробуем забросить куда-то в том направлении и повыше ух круто так ты молодец теперь слегка усложним задачу давай посмотрите как левитирует камень благодаря силе нашего брата оооо попробуем пониже взять бросить не в высоту а вдаль охренеть это была неравная битва именно что дальше ой да это не трудно ммм даниэль действительно впечатлил шона своими способностями упражнения на контроль а а сможешь поднять их все сразу я уверен что смогу это так это я это я не это это я это 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 Ух ты, Даниэль, это просто невероятно Говорил же, что я крут Ну просто Просто потрясно Даниэль, ты ходишь? Я переживаю, что ты забаковался из-за этого дерева Ты постоянно стоишь на месте, ну... Ладно Грибы Попробуем вот что Сосредоточься на этих жутких грибах И разнеси их в клочья Чувак, считай сделано Думаю, что Шону нужно при каждом таком упражнении Я жду Или может ты... Что за... Ты офигенно прокачался, Даниэль Спасибо Я иногда тренируюсь сам по себе Я знаю, что в последнее время уделял тебе мало времени Прокачался прям как я в Final Fantasy Так Никому не разболтал Надо быть осторожным Да, я как раз и говорил о том, что при каждом таком упражнении нужно Даниэлю повторять и повторять, что это очень-очень ответственные вещи И нужно быть осторожным предельно Всегда Учитывать все аспекты Чувак, силу надо применять осторожно Ты вечно просишь делать и так, и эдак То ее можно применять, то нельзя Мы должны сделать так, чтобы ты научился ее управлять Вообще-то Это моя суперсила, а не твоя Ну тебя Чувак, да что с тобой такое? Не нравится мне этот новый, Даниэль Вечно ноет и огрызается на меня безо всякой причины Надоело уже? Финн на тебя плохо влияет И это, кстати, тоже Я уверен, что это влияние есть Но Давайте спросим Даже не знаю Наверное, нужно сказать ему, что Финн на него плохо влияет Слушай По-моему, Финн на тебя плохо влияет Ты просто ревнуешь Да Да нифига Почему ты так думаешь? Потому что Ты всегда появляешься Ты всегда появляешься Когда мы с ним тусим вместе Ты его ненавидишь Перестань Мне Мне вообще-то нравится, Финн В смысле? Забей Ну все, хватит Ты ведешь себя отвратительно Психуешь в ответ на каждое мое слово Мы же семья Нам предстоит еще долгий путь И мы должны держаться вместе Верно? Я знаю, что тебе фигово Но ты должен повзрослеть Шон сейчас Проявляет себя Как очень хороший старший брат В ответ на это Какого хера? Даниэль, хватит! Даниэль, прекрати! Выражает протест ЖИВО! Огромный Пень с корягами Он поднимает С одного озера Я уже Не ребенок Даниэль становится просто неуправляемым Мало того, что у него такой возраст Когда подростки Начинают проявлять Дух непослушания Бунтарства То Когда это еще и Связано с такой силой Меня нахавчик пробило Есть еще чипсы Чувак, блин, ты всю пачку слопал Затянись лучше еще То может быть беда, друзья Да-да Я хорошо забил Ох, переживаю я, друзья Переживаю Даниэль Может накликать беды Ты устал? Ты меня знаешь Мне давно пора спать Ух ты Херасия, видали? Сука, НЛО Я серьезно, гляди Они наконец-то вернулись Чтобы забрать тебя Шон практически не сводит глаз Кэссиди Она замечательная здесь Играет Делая вечер уютным для всех Ну, конечно Переживает за то, что Даниэль Находится в плохой компании И видит это все Употребление наркотиков В паре слов облажалась, но Вы все в дым Так что пофиг Молодец, сестричка Так Красиво Черт Чему ты еще не разбогатела? Вот бы мы тогда зажили Это было круто Давайте Персональный комплимент Что ж такое Не успел я Всем спасибо Беру натурой, баблом И шмалью Ага Это намек Шон Затянись И передай соседу И вот сейчас тот самый момент Как поступит Шон На него смотрит его младший брат Конечно же Думая даже не о себе А больше о нем Мы даем отказ Не Обойдусь Даниэль Даже не думай Блин Да я пошутил Ха-ха Надеюсь Мы пойдем Нам пора спать Нас покидают главные заводилы Еще даже десяти небось нет Не боись, Финн Завтра в наш последний вечер Оторвемся как следует Потусите еще чуть-чуть Спокойной ночи Добрых снов Так Ей богу Каждый раз Когда ты поешь эту песню Я вспоминаю своего беднягу-пирата Ой, блин Прости А кто такой пират? У меня в Колорадо был пес До прошлого года Кажется, да Год назад мы катались на поездах Я Финн Кэс И пират Нас застукали за кражей В каком-то городе И местные мудилы вызвали копов Пришлось уносить ноги Мы издалека увидели поезд И рванули к нему А копы бежали за нами Едва оторвались Но никто не успел подхватить пирата Боже, ага Я смотрела Как он бежит за поездом и лает А я его бросила Вот и все Такие дела Надеюсь, копы подобрали его И дошли ему хозяев Посмотрите, что делает Даниль Черт Я вспоминаю этого пса каждый день А я не могу не смеяться Когда Даниль так отставляет свою задницу Когда я его рисую Я, конечно, понимаю, что он хочет Попозировать Сочувствую Ханна К черту Такова жизнь Или смерть Инь-янь Все такое И читать, и рисовать, и отвечать Вроде все успел Блин, простите, что испортило все настроение Не парься, Ханс Пусть каждый поделится худшим воспоминанием Чтобы по чесноку Ты серьезно? Высказаться каждому полезно Хоть иногда Кто готов? Так Пенни Лады Доставайте палочки Был у меня дружок один Сглаз На помойке в Нью-Мексико встретились Парень был клевый Но с тараканами То плакал, то смеялся Нес бред, калечил себя Со мной ему вроде было полегче Кажись, я его любил Он подарил мне эту монетку Я сказал, что я первый, кому он доверился в жизни Мы частенько сюда приезжали Чтобы заработать бабла А потом он пропал В паре миль к северу отсюда На плантации вроде этой Он ушел как-то вечером Укурившись в дым И исчез Больше я его не видел Но я берегу этот несчастный пенни На всякий случай Ого И что? Никто не объявил Его в розыск? Хренас два У него ж не было документов Так что копам было насрать И я какое-то время искал Но Так и не нашел Отстой, братишка Тут такое сплошное Сплошь и рядом случается На таблетках сидел Ну да Надеюсь, он жив-здоров Кто знает А может Однажды я снова встречу его Мир тесен Плачу доверием за доверие Да уж Грустная история Сможем ее переплюнуть? А-а Джейк? Ну давай Ладно Только не смейтесь Мне хуже всего пришлось в тот день Когда я утратил веру Да, ты упоминал об этом Что произошло? Я раньше был вараном Истинно верующим Я вырос в Хейвенпойнте В Неваде Это небольшой городок У нас чудесная была проповедница Люди в очередь становятся, чтобы попасть к ней Она умеет зажечь Но внезапно что-то случилось Со мной И я начал сомневаться Дальше стало хуже Люди начали считать меня смутьяном Никто не мог толком ответить на мои вопросы Даже мои родные Знакомые чувства Я совсем запутался Не знал, во что мне теперь верить Поэтому я ушел Хотелось немного побыть одному, понимаете? Самому найти истину Я до сих пор ищу ее Джейкоб Сын мой, возможно, мы и есть та истина, которую ты искал Я рад, что повстречал вас, ребята Туда я, наверное, уже не смогу вернуться По крайней мере, пока не получу знака свыше Надеюсь, сможешь Наверное, семья по тебе сильно скучает Я тоже по ним скучаю Но не по всему остальному Думаю, ты поступил правильно Надеюсь Ты найдешь и свое место в жизни И ответы на вопросы Спасибо, Шон Теперь ты, Кассиди Твой черед Не Я пас Я уже спел о песне Так и думал А ты, Шон? Ты, конечно, не обязан рассказывать про ту жесть в Сиэтле Но если у тебя есть другие истории Не волнуйся, у меня их целый вагон Мы все внимания, чувак Грибочек Хэнк Стемпер Ну, про собаку здесь уже было Давайте Хэнк Стемпер В общем, это было в прошлом году Когда мы с Даниэлем сбежали из Сиэтла Мы оказались на заправке одного быдлона В какой-то дыре Наши фотки были в каждой местной газете Сраная желтая пресса Владелец заправки приперся и вырубил меня нафиг Связал меня и вызвал копов Надеюсь, ты ввалил этому гребаному расисту Даниэль спас нас Мы убежали Давайте расскажем про Даниэля На самом деле Даниэль постарался И вытащил нас до прибытия копов Ооо Вот молодчина Сраные блюстители порядка Да, жизнь та еще, сука Ничего не остается, как Кроме плыть по течению Словно по реке Да Вот почему я избавляюсь от плохих воспоминаний Хорош Или ты гонишь, чувак? Ну ты, лошара Поздняк сливаться Ох, умники, слушайте Я просто говорю Что прошлое не изменишь Нужно смотреть в завтрашний день А воспоминания Это уроки на будущее Будущее, значит И какие у тебя планы на будущее, пророк? Хочешь услышать мой план? Представь Улетный пляжный домик в Коста-Рике Солнце Песок под ногами Вид на океан Мы будем дружной, счастливой и охеренно проблемой с семейкой Будем отдыхать Петь песни и Пить коктейли из кокосов Осталось только Раздобыть немного деньжат И тогда Бах Господи, охренеть Это твоя мечта? Пляжный домик и кокосы? Оу, для тебя это слишком скучно? Мои предки вот так планируют на пенсии во Флориду уехать А у нас же и так все есть Что нужно для счастья? Да, мы пашем сейчас за троих Но если захотим, то можем свалить Я на одном месте жить не собираюсь С этого вся херня и начинается Когда у тебя появляются свои вещи И ты должен их защищать Недвижимость Земля Семья Вот скажи Чего тебе сейчас не хватает? Кокосовых коктейлей? Да ну тебя, тупица Я слишком мощно донул для ваших бесед Пора спать Все, Пенни готов Доброй ночи, братишка Я гляжу, тут еще осталось немного бухла Кто будет? Ах, а вам мало Мне самую капельку И мы обязаны обсудить жуткие падлы Шона Парню нужна нормальная стрижка Ё-моё, это точно Тебе пора постричься Это карма Я тоже спать пойду Всем споки Эй Я уже засыпаю Может пойдем спать? Да Конечно же Надо идти спать с Даниэлем Не хочется Оставлять его одного О чем он будет думать? Что мы остались здесь Чтобы Может быть Употреблять алкоголь Заметили, да Кстати, как стояла Все время возможность У нас взять бонг Или пиво Тем более Когда кто-то рассказывает Такие грустные истории Но Шон Ничего Не стал ни к чему притрагиваться И согласился Отвести Даниэля спать Ага Я сейчас сам выберусь Пойдем Что? Ты не узнаешь Не узнаешь Какие мы крутые стилисты Я засну А ты мне ухо оттяпаешь Ай, да ну тебя Спокойной ночи, детки Увидимся утром А ты мог бы и не идти со мной Знаю Эй Может обсудим Что случилось на озере Я? Ммм Это было улетно Это было рискованно Я уже не ребенок Ты меня Слегка расстроил Сказав, что ты уже не ребенок То есть Ты прав Бесспорно Но Я буду скучать по тем дням Я не виноват Шон Теперь все иначе Я скучаю по друзьям По своей комнате По плейбоксу По всему Все это будто осталось в прошлой жизни И да Я порой грублю тебя Но мир вокруг тоже грубый Знаю Но не давай ему себя изменить Я просто хочу снова жить как обычно Без этой постоянной злости Я так устал от этой хрени Я тебя понимаю, чувак Ладно Только Не корми зверя Договорились Да Это Знаете, как Поговорка у индейцев была Внутри нас живет два волка Знаешь Они мне не надоели Просто Налезают С трудом Ага Ты из них вырос Поговорку хочу рассказать, друзья Два волка Хороший И плохой Какого мы больше кормим Своими поступками Тот в итоге и побеждает Поэтому Очень классно, что Здесь Шон говорит Даниэлю Не позволяй Злому миру А он действительно злой Изменить тебя Вырос, да? Но Я бы все равно послушал сказку про братьев волков Если ты не против Только Не рассказывай остальным Ладно Обещаю Ладно Ложись поудобней На чем мы остановились О Да Братья волки Примкнули к стае Собак Бродивших по всей округе Наконец-то Они обрели новых друзей Но младший волк Не доверял новой стае Он боялся, что его брат Убежит с ними Младший волк Беспокойно рыскал по округе И выл Не понимая, что происходит Но он знал Что никакая сила на свете Не сможет разлучить братьев волков Никогда Шон Мы слышим сигналы автомобиля Кто это приехал Друзья В следующей части Будем узнавать все дальше До встречи